Здравствуйте, друзья! Сегодня в это время на телеканале Гродно Плюс Званый Гость. И мы находимся в преддверии двух событий, о которых будем сегодня говорить с нашим гостем, званым гостем. А в гостях у нас сегодня председатель комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Георгиевич Болтрик. Здравствуйте, Андрей Георгиевич! Здравствуйте, Александр Васильевич! Я рад, что вы согласились при вашей занятости прийти к нам сюда в студию и немножко рассказать из первых уст, как говорят, о состоянии экономики. И вы первое лицо в нашей области, кто владеет всеми этими цифрами. Я, ну, цифры это цифры, а события, факты это наиболее интересная часть, которая интересует наших телезрителей. И начнем мы с того, что вот уже через считанные дни в Гродно пройдет выставка, впервые выставка из Китайской Народной Республики провинции Ганьсю, с которой не так давно был заключен договор, то есть эта провинция Китая стала побратимым. Ну и все равно пока до сих пор это как бы неизвестная территория для нас, неизвестная продукция, которая будет представлена. И в то же время очень большие надежды на долгосрочное сотрудничество и инвестиции, которые, возможно, придут из Китая. Вот несколько слов об этом мероприятии. Выставка производителей товаров Китайской Народной Республики, она пройдет 23-24 августа в городе Гродно. Место проведения Ледовый дворец. Я думаю, многие знают это место, когда еще там проводились выставочные мероприятия нашего традиционной выставки-ярмарки Еврорегион Неман. Это действительно впервые в городе Гродно пройдет такая выставка. Я хочу сразу сказать, что она ориентирована не на потребителей, не на конечного пользователя. То есть это не будет традиционная продажа каких-то товаров. Это именно цель этой выставки развития внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества с нашими предприятиями. Договор с провинцией Ганьсуа по братинству, он был подписан в 2010 году, весной 2010 года. Но вот активизация сотрудничества с Китайской Народной Республикой и с этой провинцией для Гронинской области, наверное, вот такой знаковый период, это сентябрь 2013 года, когда делегация провинции Ганьсу, довольно представительная делегация, приехала сюда в Гронинскую область, обозначила свой интерес в развитии сотрудничества. Ну и после этого начались конкретные шаги. С того времени, с сентября 2013 года, они зарегистрировали представительство провинции Ганьсу в Минске, но, правда, не на нашей, не у нас в Гронинской области, это было в Минске. Это была одна из договоренностей, которых мы тогда достигли на встрече. И второе мероприятие – это выставка. То есть показать, что производится сегодня в провинции Ганьсу, как мы можем использовать их потенциал, нащупать точки соприкосновения, перспективы инвестиционного сотрудничества, еще раз повторю, потому что сегодня мы торгуем с Китайской Народной Республикой, поставляются и туда товары, и оттуда. Но инвестиционное сотрудничество мы здесь пока еще только в начале пути. Ну и более 50 различных предприятий будет представлять свою продукцию из Китая? Да, будет порядка 50 предприятий. Это и производители сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов, продуктов питания, ну то есть довольно широкий спектр. Я, наверное, хотел бы попросить вас немножко пояснить нашим уважаемым телезрителям, потому что Китай, ну, в общем-то, известен многим по тем товарам, которые продаются на рынках. Но Китай, и есть еще другой, который мы впервые будем узнавать. Китай – это очень мощная промышленность, которая делает совершенно удивительно хорошие вещи, мы впервые будем с ними встречаться, да? В таком составе впервые. Дело в том, что за последний год делегация Китайской Народной Республики, провинции Ганьсу, они здесь были трижды. Первый раз это было, ну, можно сказать, визит вежливости, позиционировать себя о том, что есть интерес в развитии сотрудничества с Гронинской областью. Второй раз это уже была делегация целевой направленности, ну, и основное направление вектора, которых здесь интересует Гронинская область, это логистика, то есть создание какого-то крупного логистического центра, потому что не секрет, что, используя выгодное географическое положение Гронинской области, можно не только развивать свою внешнюю торговлю здесь, на территории Беларуси, ну, и в ближайшей части к нам России, но и также продвигать дальше свои товары в Европу. Их очень интересует наше сельское хозяйство. И они готовы прийти к нам сюда с инвестициями? Да, они позиционируют себя именно как инвестор. Потому что одно дело это кредитные ресурсы, это тоже хорошо, это тоже интересная форма сотрудничества, но когда приходит прямой инвестор, когда вкладывает свои деньги, создает свое производство, ну, это для нас один из важнейших приоритетов для экономистов. Хорошо, вот Китай готов инвестировать в провинции Ганьсу. А с других регионов Китая ведь тоже есть какие-то потенциальные инвесторы, уже прорабатываются крупные договора. Учитывая вот менталитет китайский, нам сегодня гораздо проще работать со странами, которые ближе нам по менталитету. То есть понятнее законодательство, понятно, ну, менталитет. Что касается Китая, то здесь, ну, наверное, не так быстро, как могло бы это быть, не так быстро идет вот это развитие этого сотрудничества. То есть пока мы узнаем друг друга, пока мы привыкаем друг к другу, да, совершенно верно. То есть это требует какого-то определенного временного периода. Увидим, что привезут наши китайские коллеги, и что они покажут на этой выставке уже через считанные дни в Ледовом дворце. Но впереди еще одна важнейшая выставка, которая обещает быть уже в совсем другом формате. Это выставка-ярмарка Еврорегион Неман. Эта выставка стала традиционной для Гронинской области, ну, и своего рода, когда мы, наверное, визитная карточка экономического потенциала. Это имиджевое мероприятие в первую очередь. Я думаю, многие помнят, когда она начиналась еще с небольших площадей Дворца культуры текстильщиков, потом постепенно перешла в Ледовый дворец, и теперь это зал спортивного комплекса Неман. То есть порядка полутора-двух тысяч только закрытой площади. Крытой площади это экспоненты, но плюс еще улица. Что касается этого года, мы действительно хотим изменить формат, и даже, наверное, не изменить, а расширить его, чтобы внести какой-то новый дух, дать новый импульс за счет ряда мероприятий. Во-первых, мы отдельно выносим блок туристическую выставку. То есть там еще и туризм будет поставлен? Да, уже достаточно вырос на туристический потенциал, чтобы делать отдельную выставку по туризму. Она пройдет в Ледовом дворце, там будут представлены все районы Гронинской области, агроусадьбы, фирмы, оказывающие туристические услуги. Более того, к нам приедут туристические организации из Республики Польша. Тоже будут ставить и палатки наружные, и внутри демонстрировать свой потенциал. Это еще один наш партнер подляскового водства. Это очень важно, потому что Гронинщина может на туризме зарабатывать огромные деньги. И пока этот потенциал туристический не особо востребован у нас, а ведь мы край памятников архитектуры. 60% всех памятников архитектуры нашей страны сконцентрировано в Гронинской области. Плюс город Гродно. 302 гектара исторический центр, который, мы надеемся, тоже стоит местом для проведения международных туристических разных маршрутов, для посещения наших замков, для того, чтобы все это было и развивается сегодня, и инфраструктура создается. Но и канал августовский, который, к сожалению, пока, я не могу сказать, что он используется даже на 50%. Полностью с вами согласен. Поэтому мы полагаем, что вот эта отдельная туристическая выставка, которая произойдет у нас в рамках Еврорегиона, она придаст какой-то еще один дополнительный импульс для развития туризма. Ну и в последнее время, ну, конечно, активность потенциальных инвесторов, которые интересуются этой сферой, она увеличилась. И в первую очередь, конечно, это областной центр. В рамках ближайшей выставки Еврорегион Неман пройдет еще и несколько мероприятий, о которых мы знаем по наслышке, то есть выставка сыра и выставка пива. Да, это фестиваль производителей пива. Ну, именно позиционировать как культуру питья пива. То есть, ну, и реклама наших отечественных производителей пива. Кроме того, еще пройдет в рамках ярмарки показ производителей легкой промышленности. Это тоже своего рода реклама, своего рода демонстрация нашего потенциала. Что касается еще выставки ярмарки Еврорегион Неман, он, ну, может, забегая вперед и как бы предвещая вопрос, сегодня нельзя говорить о том, сколько контрактов заключено на этой выставке, потому что, наверное, прошли те времена, когда контракты подписываются непосредственно на выставке. Это имиджевое мероприятие. То есть мы позиционируем себя как развитый промышленный регион. И в последнее время все больше это показ не каких-то вот традиционных товаров, а именно новинок. То есть то, что новое сделано за последний год. Инновационная продукция, новая продукция, которая может быть успешно поставлена не только внутри республики, но и на внешний рынок. Ну, а сейчас мы как раз с вами об этом и поговорим. Потому что вы тот человек, который располагает информацией обо всех инновационных новинках, обо всех инвестициях, которые идут к нам. Как в целом выглядит сегодня Гройницкая область в экономическом плане на фоне страны? Ну, вы знаете, что работа экономики области, ну, как и любого региона, она оценивается рядом показателей. Эти показатели, они определяются указом президента, постановлениями Саумина. Важнейший из них это воловой региональный продукт. И если сказать простым языком для обывателя, это добавленная стоимость, которая производится во всех отраслях региона. По этому показателю мы сегодня занимаем лидирующие позиции. Темп роста составил 105% за 7 месяцев. То есть это довольно высокий результат. Тогда как на год, когда еще не было понятных условий, в каких будет работать экономика мировая, в первую очередь, в 2014 году, ожидалось, что это будет где-то около 103%. Но еще раз подчеркну, что сегодня эта динамика положительная. Более того, у нас обеспечивается положительная динамика и по ряду важнейших показателей, таких как объемы промышленного производства, внешняя торговля товарами и услугами. То есть мы развиваемся сегодня. Андрей Георгиевич, ну, именно для этих целей и идет модернизация почти большинства предприятий, почти всех предприятий. Практически всех. У нас сегодня модернизируется порядка 700 организаций всех форм собственности. Конечно, масштабы для каждого предприятия различны. То есть у кого-то это экономическая модернизация. Сегодня есть и такой термин. То есть это оптимизация тех процессов, которые протекают. Есть инвестиционная модернизация. То есть когда действительно строятся, внедряются какие-то новые технологии, новые оборудования. Но подчеркну еще раз, что практически все предприятия охвачены этим процессом. Хорошо. А источники модернизации? Откуда идут средства? Как быстро их надо отдавать после завершения модернизации? Основных источников три. Собственные средства предприятия, кредитные ресурсы и иностранные источники. Ну и приоритетом, конечно, для нас является максимальное привлечение иностранных источников, потому что это тот капитал, который приходит извне и работает на нашу экономику. И здесь, ну, хочу подчеркнуть такую положительную тенденцию. Если в прошлой пятилетке у нас отдельный вес иностранных источников не доходил даже до 10% в общем объеме инвестиций, которые вкладываются сюда в экономику, то сейчас, в настоящий момент, уже более 20% это идут иностранные источники. То есть это внешний капитал. Это, ну, в том числе и заемный внешний капитал, но вместе с тем это то, что мы не берем здесь. Это дополнительный наш резерв, который мы привлекаем из-за рубежа. Из каких государств больше всего пока инвесторов? У нас вкладывают в экономику Гронинской области инвестиции предприятий из более чем 30 государств. Конечно, основные объемы идут от ближайших соседей. Это Польша, Литва и Россия. И уже есть результаты модернизации инвестиционных этих проектов? Конечно, есть. Это процесс, который идет параллельно. Модернизация, получение новой продукции, экономический эффект. Если говорить о предприятиях с иностранным капиталом, которые появились у нас в последнее время в Гронинской области, или которые появятся в ближайшей перспективе, наверное, наиболее масштабный проект – это в Сморгонском районе завод «Кроноспан», который будет перерабатывать ежегодно полтора миллиона кубических метров древесины и производить экспортоориентированную продукцию. То есть это плиты ДСП, МДФ, ламинированные плиты. Это в Литском районе завод по производству мяса индейки. Первый, наверное, в Республике Беларусь такого масштаба. 6 тысяч тонн мяса индейки. То есть это будут и колбасные изделия, то есть не только индейка в виде туша, и полуфабрикаты, и готовая продукция. Птицефабрика яичного направления в Гронинском районе, в деревне Копцевка. Я думаю, если проезжаете, то с правой стороны, вот там видите масштаб этой стройки. Это тоже фабрика, которая строится с участием немецкого капитала. Ну и ряд других проектов. А всего у нас на территории области более десятка проектов с объемом инвестиций 10 миллионов долларов и выше. Хорошо, но вот инвесторы идут, постепенно их количество растет, увеличивается. Но все-таки те надежды, которые мы имеем, они предполагают, что их больше должно быть? Их количество увеличивается. И только за 7 месяцев предыдущего года у нас зарегистрировано в области более 100 организаций с участием иностранного капитала. Мы делаем ставку не только на иностранный бизнес. У нас достаточно предприятий с отечественными капиталами. В Гройнской области достаточно серьезных фирм, которые получили мировое имя здесь, на нашей Гройнской земле. Я думаю, известные, в первую очередь, конечно, это резиденты свободноэкономической зоны. Такие как Конте, Биоком, известный холдинг ЗОВ, ну и так далее. Предприятия можно перечислять. То есть и отечественный капитал, и иностранные, ну они идут, я бы сказал, наравне. Ну, это и новые рабочие места, особенно вот, когда создаются новые резиденты в свободноэкономической зоне. Сколько, кстати, их сейчас? Чуть более 90. Уже более 90? Более 90 резидентов, да. Это один из самых высоких показателей по республике. Ну и в настоящее время предполагается дальнейшее расширение территории свободноэкономической зоны, учитывая, ну вот те процессы, которые протекают в экономике, пожелания инвесторов и необходимость, ну скажем так, для какого-то, для начального этапа реализации проекта предоставления определенных льгот. Планируется ее расширение в Сморгонском районе, будет создана площадка. И здесь в районе пограничного перехода Брузги тоже определенное пятно для развития логистики. Хорошо. А «Августовский канал», по-моему, несколько лет назад, указан президентом, он тоже вошел в свободноэкономическую зону, как особый ландшафтно-рекреационный парк с четырьмя зонами, по-моему. И до сих пор ни одного крупного проекта не возникло, как вот это расценивать. Что боятся идти на «Августовский канал» инвесторы? И, исходя из опыта общения с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в том, чтобы ложить куда-то средства, сфера туризма – это, наверное, не то направление, где капитал окупается быстро. То есть, это, например, не такая высокая оборачивание капитала, как в торговле. И действительно, сегодня парк «Августовский канал» – это фактически еще одна территория свободноэкономической зоны. И льготы и преференции действуют такие же, как и для резидентов свободноэкономической зоны. Но я думаю, что вот этот процесс, он пойдет лавинообразно. Сегодня возле «Августовского канала» есть определенные точки экономического роста. Это тот же самый санаторий «Святск», в котором ведется масштабная реконструкция. Это зарегистрированная свободноэкономическая зона предприятие «Гродно» «Туринвест». То есть, там ведется определенная работа, но это не так быстро, как нам, наверное, бы хотелось. Но я думаю, что еще через пару лет, и вот этот процесс, он пойдет лавинообразно. То есть, ждут, инвесторы ждут, когда там будет своеобразное созданное ядро, возле которого начнут развиваться дальше предприятия. И не могу не спросить о развитии логистики, ведь это новейшее направление, которое позволяет и отследить за всеми экономическими процессами, за всеми передвижениями грузов, как развивается она у нас на Гронищине. До 2013 года у нас в сфере логистики практически таких масштабных проектов не было. Сейчас, в настоящее время, у нас реализуются 4 масштабных проекта по созданию логистических центров. То есть, мы полагаем, что вот этот наш транзитный потенциал, наше выгодное положение в географической области, с вводом эксплуатацию этих центров, мы будем использовать гораздо в большей мере. Это проекты, которые, в первую очередь, в районе пограничных переходов. Ашмяный каменный лог, берестовица-бобровники и брузги. То есть, это транспортно-логистические центры, которые рассчитаны на поток грузовых автомобилей. Есть еще один логистический центр, в первую очередь его уже введено, это агрологистический центр, он расположен в Сморгоне. Мощность его перевалки грузов 1 миллион тонн в год. То есть, это довольно существенные, это высокие показатели. Эти центры, они будут все введены в эксплуатацию до конца 2015 года. Ну и кроме развития сопутствующих услуг, то есть, это, конечно, и будет большой подспорь для развития транспортных услуг. То есть, это дополнительный импульс. Ну и кроме того, это позволит решить проблему очередей грузовых транспортных средств, которые вот сейчас есть на пограничных переходах. И не могу не задать вопрос, который сегодня на слуху у всех, в связи с введением Российской Федерации запрета на ввоз продукции питания в Россию из-за рубежа, из тех стран, которые объявили санкции России. Беларусь в этом плане может выиграть от того, что мы увеличим поставки своих овощей, фруктов, молочной и мясной продукции в Российскую Федерацию. Четвертая часть нашего объема экспорта, который всех производителей Гроинской области, даже с учетом таких крупных гигантов, как азот, составляет молочная продукция. То есть 25% это наше молоко и то, что производится из молока. Конечно, та ситуация, которая сложилась сейчас, но бесспорно мы от этого выиграем. И уже сейчас, даже более того, уже сейчас есть заинтересованность у потенциальных партнеров из ближнего зарубежья о том, чтобы работать с нами по кооперации, используя их, сети, которые есть в Российской Федерации, продавать совместно как-то продукцию. А самый близкий для нас регион – это Калининградская область Российской Федерации. Как с ней идет сотрудничество? Они тоже, наверное, ближе к нам и заинтересованы в особом развитии отношения с Гродничиной. В ближайшее время мы ожидаем сюда визит представительной делегации Калининградской области, чтобы обсуждать перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В первую очередь нас интересует этот регион с точки зрения экспорта. Калининград – это тоже свободная экономическая зона. И учитывая близость этого региона и тот потенциал, который там имеется, у нас большой интерес в том, чтобы сотрудничать с этим регионом, активизировать это сотрудничество, особенно в свете последних событий, о которых вы говорили. Плюс морской порт. Плюс морской порт. И завершая нашу встречу, хочу узнать ваш прогноз на вторую половину этого года. Есть ряд приоритетных задач, которые мы должны обеспечить по итогам года. В первую очередь, о чем я уже говорил, это иностранные инвестиции, это развитие внешней торговли, разгрузка наших складов. Конечно, ситуация там не критична, но те тенденции, которые складываются сегодня в экономике Гронинской области, они положительны абсолютно по всем отраслям. Поэтому я уверен, что год мы будем заканчивать на таком вот, на пике. На подъеме. На подъеме, да. На подъеме. Пока все предпосылки для этого есть. Ну, и Гронинская область ведь, в принципе, должна оставаться лидером в стране. Будем оставаться. Сделаем все для этого, чтобы так было. Ваше пожелание и большому, и малому, и среднему бизнесу. Эффективно работать как на благо государства, так и для себя. Ну вот, это были мысли нашего званого гостя. Председатель комитета по экономике Гронинского областного исполнительного комитета Андрей Георгиевич Болтрих сегодня был званым гостем на телеканале Гронинского областного областного исполнителя. Спасибо вам большое. Успехов, успехов, инноваций. И самого лучшего, что можно в вашей работе достичь, это блестящих, высоких показателей в экономике. Мы все зависим от этого и надеемся, что так и будет. Спасибо. Спасибо. Наша встреча на телеканале Гродно Плюс сегодня завершена. Я с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.